Добрый день, уважаемые коллеги! Мы приветствуем вас в учебном центре Мегастон. Сегодня к нам в гости пообщаться за чашкой чая пришла Ерофеева Елена Георгиевна, главная медицинская сестра клиники Немецкий Центр Имплантации на Кутузовском, город Москва. Елена Георгиевна преподаватель курса для ассистентов в учебном центре Мегастон. Здравствуйте, Елена Георгиевна! Здравствуйте! Елена Георгиевна, расскажите, пожалуйста, почему Вы считаете, что работа ассистента так важна на клиническом стоматологическом приеме и в ходе операции? Работа ассистента стоматолога отличается от работы медицинской сестры на 2-3 врача. И в работу ассистента стоматолога входит обязанность помогать именно одному врачу, одному врачу-терапевту. Или она работает с артопией, а там на приеме, или на хирургическом приеме с элементами имплантации. Соответственно, важность в чем заключается? Помочь доктору. Чтобы помочь доктору грамотно, нужны знания. Знания мы получаем в течение всей жизни. Невозможно вот так получиться один раз знание и начать работать, и потом всю жизнь не учиться. Надо постепенно с прогрессом, с тем, как все развивается, надо получать какие-то навыки, отрабатывать свои мануальные навыки, знать, как приготовить, что приготовить. Надо знать несколько вариантов развития события. Идет какая-то процедура, манипуляция. И тут вдруг раз, и какой-то вопрос. И ассистент должен знать два варианта развития, а то и три. И быть готовым к развитию этих вариантов. То есть, если вдруг врач говорит, что мы идем этим путем, у ассистента уже должен в голове решать алгоритм. Алгоритм, как вот именно этим путем пойдем, начинается инструментов, материалов, как пообщаться с пациентом, что объяснить пациенту. Потому что пациент чаще общается, ну, так, с ассистентом. Он ему ближе по духу, потому что врач – это врач с высшим образованием. Он слова разные знает, умный. А ассистент – он переходчик врача. Поэтому навыки надо постоянно и мануальные, также и… Приобретать, накапливать навыки. Правильно я это понимаю? Накапливать навыки. И все это помогает в работе врача. Понятно. Елена Деоргиевна, скажите, вот часто к нам звонят коллеги, которые спрашивают, я вот только начинаю работать, вот когда я стану профессионалом-ассистентом, профессиональным ассистентом, какой должен пройти период? Как вот на Ваш взгляд? Ну, вот если, оказывается, вспоминать мой опыт работы, через два года я считала, что я работаю, я хорошо работаю, я опытный ассистент. Но когда прошло пять лет, я осознала, что только вот спустя пять лет, ходя на разные курсы, и с Германией приезжали, нам читали лекции, и спустя пять лет я поняла, что я начала вникать именно в тонкости работы. Механически делать можно, но именно вникать и понимать, что ты делаешь уже, ну, не меньше пяти лет, это точно. И вот сейчас двадцать лет проработав, как мегастомиями, я понимаю, что я все равно каждый раз, но что-то новое узнаю, и к чему-то новому стремимся, какие-то технологии идут вперед, развиваемся, и все равно на протяжении всей жизни учимся. С каждого курса, куда бы мы не хотели учиться, мы вот такую капельку берем в наш огромный багаж знаний и применяем их на практике. Скажите, а вот на практике, интересный вопрос, на практике какой у вас самый, ну, такой запоминающийся и необычный вот случай? Ну, случаев-то много было, на самом деле. Ну, это вот из темы моей лекции, когда у нас есть сложные пациенты. У нас была на приеме девочка, ее приводила мама. Девочке лет пять, наверное, было. Пять-шесть, ну, еще до школьного возраста. Любой врач-стоматолог и ассистент может вам сказать, как непросто лечить таких детей. А девочка такая интересная, и она села в кресло, вроде бы и лечиться готова, но только открывает рот. Ой, я устала, я отдохну. Ну, отдохнула. Ну, открывай рот. Это был врач и с другим ассистентом. Только открывает рот. И начинает задавать вопросы. А мне не больно будет? А после у меня что будет? Только открывает рот опять. Ой, я устала. Такая театральная девушка была. Вот. И мама уговаривала, и врач уговаривал, и ассистент уговаривал. Вот никак у них не получалось найти вот точку претокновения, которая, ну, развернет ребенка в сторону лечения. Я находилась в соседнем кабинете, и когда я пришла, мы пообщались с ребенком абсолютно в две минуты. Мама встала в уголок, мы полечили зубы. Ей на самом деле лечение было элементарное, надо было посеребрить зубы. Она открыла рот, мы все сделали, там перед ли процедурой было. На второй процедуре я специально пришла. Мы опять тем же манером ее вынудили открыть рот, чтобы она посидела одну минуту с открытым ртом. Всего лишь одну минуту, но это надо было заставить. После чего мама сказала, а вы не хотите пойти к нам няне работать? У нас ни одна няня с ней не справляется. Мне было очень лезвно, что я справилась. Ни сложный ребенок, ни капризный, но она вот такая театральная. Мне было приятно. И очень здорово, что Елена Георгиевна не ушла работать няней, а работает у нас с холдингами Гастом и активно преподает, активно делится опытом. Елена Георгиевна, совсем скоро ваш курс у нас здесь, в учебном центре. Скажите, пожалуйста, почему ассистентам стоит прийти на курс, а доктора прислать ассистентов к нам на обучение, к вам на курс? Ну, опять же, повторюсь, что с каждого курса, с каждых лекций мы маленькую толику получаем знания. А если это ассистенты начинающие, им будет что увидеть, потому что не общие какие-то, буду говорить, вопросы, а именно по лечебному процессу, как пригласить пациента, это как пообщаться с пациентом, что надо сделать во время приема, что надо сказать пациенту, как подать инструмент врачу, какие инструменты надо приготовить, какая последовательность и таблость. Мы рассмотрим и терапевтический прием, и эндодонтию, и ортопедический прием, как снимаются слепки, и как на хирургии, на операции, имплантации, и накрываемся, и инструменты, что надо приготовить, как надо правильно подготовить кабинет. То есть будет именно жизненная, клиническая ситуация, никаких вопросов организационных, типа санпинов, или это все санпины, это у нас есть обучающая специальная организация, а мы именно пройдем этим курсом по клиническому приему, что должен приготовить ассистент перед приемом, на корне приема, что должен сделать во время приема и после приема. То есть вот это именно то, что надо ассистенту в работе. Скажите, курс рассчитан больше на только начавших работать ассистентов, либо на профессионалов, которые хотят повысить свой профессиональный уровень. Кому будет интересен курс, кому необходимо прийти? Я думаю, интересен будет всем. Те, кто начинают работать, им будет интересно все. Все от первого начала до конца. От А до Я, как называется у вас? Да, от А до Я. А те, которые уже работают и с опытом, да, они вынесут для себя какие-то моменты, потому что сколько вот курсов не было, мы уже сколько с вами курсов обучения провели. И каждый курс, ассистенты, вот спрашивают после того, как мы провели, вы что-то новое узнаете? Да. Абсолютно все говорят, да. Потому что даже вот в ортопедическом приеме есть маленький нюанс, который вот была выставка стоматологическая. И я задала опять этот вопрос, я вам расскажу о нем на курсе. Врачу, главному врачу. И они делают неправильно. А что делают неправильно? Елена Георгиевна вам сейчас не расскажет, да, Елена Георгиевна? Нет, это я вам расскажу. Приходите в учебный центр совсем скоро на курсе Елены Георгиевны Рафеевой. Большое спасибо, Елена Георгиевна, что пришли. Мы очень рады вам. Уважаемые доктора, присылайте, присылайте ассистентов на курс Елены Георгиевны. Уважаемые ассистенты, мы вас ждем совсем скоро. Уважаемые ассистенты на курсе Елены Георгиевны Рафеевой. Спасибо и до свидания. До встречи. Уважаемые ассистенты на курсе Елены Георгиевны Рафеевой. Уважаемые ассистенты на курсе Елены Георгиевны Рафеевой. Игорь Нарченко.